В Гомеле проходятся Олимпийские дни молодей и чемпионат Беларуси по конным трехборьям. За звание Лепшего смагаются наездники из нашего областного центра, а так само Минска и Могилёва. Вероника Гамзюкова наведала турнир. Конный спорт зауседы лечился элитным. На утримании только одного коня треба в месяц омаль тысяча беларуских рублёв. И это, когда не уличить взнос на уделу споборництвах, переезд и проживание на местах проведения турниров. В нашей стране дети и подлетки могут заниматься конным спортом бесплатно. Но спортивные школы существуют только в Минске, Гомеле и Могилёве. Наш областный центр как раз принимает гостей, которые приехали позмагаться за победу в открытых республиканских споборництвах и Олимпийских днях молодых. Уделники от нашей области выхованцы Гомельского областного центра Олимпийского резерва по прикладных видах спорта. Зараз тут принимают 50 конных пар. Проводятся параллельно-республиканские соревнования. Но это соревнования больше, скажем так, для обкатки спортивной пары, всадник, лошадь. То есть, если едет опытный спортсмен, у нас есть и 30-летние спортсмены выступают, и старшие. Значит, у него какая-то молодая лошадь, которую он просто здесь проверяет, готовит чему-то. Ну, на будущее подготавливает. Есть также и спортсмены, которые молодые, в силу своего возраста еще не могут участвовать на Олимпийских днях молодежи. Но они тоже как для набора опыта на хороших лошадях сюда приехали выступить. Конно-спортивная школа в Гомеле была открыта в 1957 году на базе конного завода номер 59. А в 2016 году установы переименовали в Гомельский областный центр Олимпийских резерв по прикладных видах спорта. Зараз тут займаются Амаль 400 вучнев. Культовываются сучасные пятиборья, стрельба, злука, фехтование и, конечно, конный спорт, конкур, выездка, трехборье. Трохборье – это самый складанный от конного спорта за Олимпийской программой. Конная пара выступает в выездце, конкуре и кроссу. На протягу двух или трех дней проверяется смелость и подрехтованность, как спортсмена, так и коня. Для успехового отдела у турнира потребуется долгая и упартая тренировка конной пары. Наездник повинен володать одвагой и расшучностью, тонким разликом, высоким мастатством кирования конем. Отживел и потребуется великая сила, могутный подход до барьера, гнуткость и пластичность рухов. Конь, помянучший пасьян, спортсмен с великим опытом. У его карьеры шмат чемпионатов Европы и света. А вот его наездница – Татьяна Радзевич, только начинает покарать спортивные вершины. Мой напарник, он очень дружелюбный, очень ласковый. Он любит, чтобы его пожалели, обратили внимание, отдали сахарок, лишний раз похвалили, спокойный сам по себе. В работе это очень помогает, его спокойствие, его терпение. Опытные лошади, они выручают, то есть они прощают тебе твои ошибки. И получается, что это очень большой плюс для молодого всадника, который тоже только набирается опыта. Молодцы, которые выступают на турниры, только учатся. Проснекольки год некоторые покинут спорт, а другие протягнут карьеру. И один из выхованцев Гомельского центра Александр Фоминов отправится на Олимпийские гульни.